RC-Copter Channel Привет YouTube! В сегодняшнем видео я вам расскажу как правильно подготовиться к собеседованию по языку программирования Python Допустим вы уже точно решили что вам пора сменить работу разместили свое резюме и к вам потихоньку начинают обращаться работодатели и так предположим с вами уже связались и сделали вам довольно интересное предложение не торопитесь давать сразу свой ответ а скажите что вам нужно подумать это время вы можете использовать чтобы навести справки о фирме поговорить с своими коллегами и друзьями и узнать возможно кто-то из ваших знакомых работает в этой конторе и могут вам дать полезную информацию так же как можно больше информации постарайтесь узнать о проекте какая у него специфика какие используются технологии да и в целом какие там порядки возможно вам просто не понравится сама контора и вы не захотите там работать даже скажу вам лучше в некоторых конторах вообще даже не появляться в основном уходят туда где больше платят но скажу вам честно не всегда в конторах которых больше зарплата лучшие условия ну не труда а в целом условия я имею ввиду не только офис какие-то бенефиты но и в целом атмосфера в коллективе очень много отзывов в интернете очень много полезной информации можно почитать в интернете как другие программисты отзываются о тех или иных конторах это может быть весьма полезно потому что когда я интересовался и читал в целом информация довольно объективная так если вы узнали побольше о конторе и проекте и в целом вас все устраивает вы можете дать свой ответ что вы готовы пройти собеседование но не стоит на собеседование приходить если вы не подготовили обязательно проштудируйте теорию и так перед тем как вы придете на собеседование желательно немножко подучите теорию потому что если вы придете на него неподготовленным то вряд ли вы его сможете успешно пройти оказавшись уже на собеседовании вам будут задавать примерно следующие вопросы для начала это будут общие вопросы касательно вашего опыта в питоне где вам будут задавать довольно простые и непринужденные вопросы вначале вас попросят рассказать как долго вы программировали на питоне какой у вас уровень знания языка какой вид задач вы выполняли на предыдущей работе используя питон почему вы решили выбрать именно питон для своей работы также спросят что именно вам нравится в питоне или что не нравится какие у нее есть достоинства и недостатки также могут уточнить на какой именно версии питона вы писали потому что как не секрет многие используют питон версии 2.7 а на некоторых проектах нужен питон 3.4 но далее я более подробно затрону эту тему поговорив по душам теперь вам будут задавать уже теоретические вопросы и естественно начнут с самых простых но не обольщайтесь очень многие неплохие программисты сыпятся именно на простых вопросах они отлично ориентируются в объектно ориентированном программировании однако не могут ответить на очень простые теоретические вопросы итак самый первый вопрос на котором вас попросят рассказать какие типы вы использовали какие стандартные типы вы использовали в питоне и вообще какие стандартные типы данных вы знаете следующий вопрос мой любимый рассказать какая разница между туплыми и листами где я советовал бы подробно рассказать что такое листы что такое туплые в чем разница для чего используется и обязательно сделать выводы я вообще советую на простые вопросы постараться давать более полные ответы поскольку само по себе собеседование оно ограничено во времени если вы не хотите долго беседовать на сложные темы то постарайтесь уделить как можно больше внимания именно простым вопросам которые вы знаете также вопрос на котором почему-то очень многие сыпятся это сеты обязательно почитайте сеты что это такое для чего они используются главный вопрос для чего они используются в чем их преимущество почему-то я не знаю не все могут ответить на этот вопрос какие стандартные библиотеки питона вы использовали почитайте какие-нибудь библиотечки вроде сис обязательно почитайте библиотеки работы с датами регулярными выражениями и так далее тоже очень часто встречаем вопрос вас попросят рассказать что такое ПЕП-8 нужно ли не нужно его использовать ну и расскажите какую-нибудь лирику следующий вопрос встречается практически повсеместно по крайней мере я на собеседованиях очень люблю его задавать кандидата ставят доски дают ему мел и просят сделать сваппинг двух переменных не знаю почему но не многие смогли ответить тоже на этот вопрос хотя это мягко говоря полнейшая легкотня посмотрите в интернете сваппинг переменных далее вопрос который наверное тоже спрашивают на всех собеседованиях рассказать разницу между range и x-range почитайте и тоже постарайтесь подольше беседовать именно на эту тему поскольку это мягко говоря легкотня также вас могут попросить выполнить легенькую задачку вроде найти минимум или максимум минимальное или максимальное значение в листе также очень часто любят спросить такую задачку когда попросят удалить повторяющиеся элементы в листе про строки не знаю почему но этот вопрос тоже очень часто вызывает проблемы когда дается какая-то строка и просят разделить ее по какому-то разделителю разрезать по какому-то разделителю обязательно почитайте строки и наиболее часто используемые операции именно со строками также обязательно я пропустил вопрос изучите все mutable и не mutable типы это обязательно потому что это если вы не сможете ответить на этот вопрос то я тоже не знаю стоит ли не стоит продолжать собеседование на этом я думаю можно закончить с простыми вопросами и далее мы перейдем уже к вопросам немножко посложнее далее идут вопросы посложнее но которые тоже обязательно давать четкие прямые ответы поскольку без их знания вряд ли вы сможете пройти собеседование итак мои самые любимые вопросы это менеджер контекста прочитайте все о них всю информацию какая там только есть потому что вопросов по ним будут задавать огромное количество что это такое зачем они для чего и где применяются чем можно их заменить и так далее поэтому это большой огромный жирный вопрос который желательно подробно повторить уверен что вы ими довольно часто пользуетесь и никакого никаких сложностей с этим вопросом не будет далее вопрос который спрашивают абсолютно всегда это итераторы и генераторы также я люблю спрашивать этот вопрос сразу итераторы и генераторы и народ сразу начинает путаться плавать хотя в принципе самое смешное когда люди с перепугу путают итераторы и генераторы мой вам совет давайте прямые и простые ответы на этот вопрос что такое итератор постарайтесь ответить одним словом также генератор есть четкие лаконичные определения советую вам их выучить и не нести околесицу очень хорошо если вы сумеете вспомнить определение которое написано в книжке это будет большим плюсом от себя цены здесь не надо при ответе нужно будет обязательно упомянуть оператор yield также всегда практически спрашивают лямбда функции что это такое с чем едят где используется написать маленький пример с использованием это нужно будет обязательно и так потихоньку переходим к объектно ориентированному программированию вопрос на который тоже почему-то многие не могут четко ответить это метод класса и статический метод чем они отличаются где используются и что это такое обязательно почитайте очень интересно очень веселый вопрос это анонимные функции так прямо и загуглите анонимные функции могут спросить коле питон объектно ориентированный язык вас обязательно спросят про шаблоны проектирования наверняка поинтересуется какими именно вы уже пользовались я думаю здесь пугаться не стоит обязательно почитайте синглтон и обязательно вспомните такой всемирственно используемый шаблон как декораторы желательно конечно чтобы вы их назвали какое-то количество ну и желательно чтобы вы могли объяснить и рассказать как их нужно где их можно использовать где их нужно использовать и для чего они вообще шаблоны проектирования не все к сожалению знают хотя в институте изучали C++ а простых вопросов ответить не могут поэтому шаблоны проектирования обязательно нужно ответить также очень часто спрашивают такой вопрос как магические методы они присутствуют не только в питоне но и многих других языках поэтому обязательно посмотрите магические методы здесь также могут задать какой-нибудь довольно хардкорный вопрос который я уверен 99% даже опытных программистов ничего даже и не слышали на эту тему а в частности если у вас много свободного времени почитайте асинк и ауэйт которые появились в питоне версии 3.5 вы будете смеяться но ко мне подходили люди которые недавно посещали собеседование и уточняли у меня этот вопрос если честно я сам никогда не использовал и не знал его но вы можете блеснуть знаниями изучить и когда вам будут вменять что вы там не очень хорошо подготовились вы можете поднять этот вопрос что вот вы знаете такую интересную тему наверняка вам это зачтется далее идут более хардкорные вопросы до которых очень часто не доходит но желательно их конечно тоже знать где вас попросят рассказать о плюсах и минусах множественного наследования ну естественно необходимо будет упомянуть что это зло ну и побольше побольше нагнать всякой теории практически на каждом собеседовании спрашивают new style и old style классы что это такое когда появились и где это используется практически на всех собеседованиях спрашивают что такое мр мой любимый вопрос это слоты обязательно изучите слоты для чего они когда они были введены ну и для чего собственно они были введены тоже очень хороший вопрос дескриптор протокол почитайте пригодится очень часто спрашивают такие вопросы пускай может не так часто используемые но коли данная тема активно эксплуатируется в проекте могут спросить мультипроцессинг и срединг обязательно нужно знать если вы хотите попасть на очень хороший проект возможно даже там если это не используется все равно могут спросить ну и самый наверное редко используемый редко используемая но часто спрашиваемая тема это мета классы естественно их почти что никто никогда не использует но задают этот вопрос часто также расскажите как они создаются и главное для чего используются даже если вы их никогда не использовали постарайтесь нагнать теории как будто это самая ваша любимая тема также я лично люблю спросить функцию type для чего она может еще использоваться и как создавать собственно эти мета классы очень полезно и так на этом все если у кого-то остались какие-то вопросы или кто-то может поделиться своим опытом прохождение собеседования может кому-то задали какой-то заковыристый интересный вопрос пишите в комментариях всем будет интересно всем пока